Святые мученики Диакон Папила, Агафадор и Агафоника, сестра Папилы, пострадали во время гонения на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и сначала попытался убедить их в истинности римской религии. Святые же отвечали, что неприлично почитать богов ложных. Тогда судья приказал вводить мучеников в железных цепях по городу. Потом их привязали к коням и влачили в соседний город Сарды. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафадор и Агафоника. Святой Папила при жизни был известен даром врачевания болезней. Он и после мученической кончины подает исцеление всем молящимся ему. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь не поклоняется святым как Богу, а воздает честь людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы просим сегодня святых мучеников Карпа, Папилу, Агафадора, Агафонику. Молите Бога о нас. Преподобный Никита Исповедник жил в начале IX века во время царствования императрицы Ирины и ее сына Константина. Находился при их дворе и был знатным вельможей. Отказавшись от всех званий и почестей, Никита решил постричься в монахи. По просьбе императора он не удалился в пустыню, а остался в столичном монастыре. Когда императорский престол занял иконоборец Феофил, преподобный Никита за обличение ереси был изгнан из монастыря. Долго странствовал преподобный по стране. Скончался он в возрасте 75 лет. При жизни и после смерти преподобный совершил много чудес. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещеные в честь преподобного Никиты. Святой молится перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к преподобному Никите Исповеднику. Моли Бога о нас! Священный мученик Иннокентий Арсеньевич Кикин родился в 1878 году в Томской губернии. Как и его отец и дед, Иннокентий Кикин стал священником. Всю свою жизнь он прослужил в одном свято-никольском храме села Нижнекаменского Ордынского района Новосибирской области. Потомки прихожан села вспоминают о том, как через Нижнекаменское проходили отряды Колчака. Тогда именно отец Иннокентий убедил командира не проводить в селе карательную акцию. К началу 20-х священный мученик овдовел, скончались и двое его детей. В 22-м и 29-м годах священник подвергался кратковременным арестам, но оба раза он возвращался к своему служению. В 1937 году его арестовали за активную контрреволюционную работу, приговорили к расстрелу и привели приговор в исполнение. В 1958 году дело в отношении священника Иннокентия Кикина прекращено за отсутствием состава преступления. В 2002 году священно-мученик Иннокентий причислен к лику святых. В 20-м веке в России тысячи христиан явили подвиг твердости стояния в вере. Главное сокровище и наследие, которое передали нам исповедники и новомученики, это их любовь ко Христу и верность Церкви. Сегодня мы обращаемся к священному ученику Иннокентию с молитвой. Моли Бога о нас! Иверская икона Богородицы сейчас хранится на Афоне. А в IX веке она находилась у одной вдовы, жившей близ города Никеи. При императоре Феофиле иконоборцы, уничтожавшие иконы, пришли в дом этой христианки. Один воин копьем ударил по образу Богородицы. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Вдова, боясь нечестивого уничтожения святыни, опустила ее в море. Икона приплыла к Афону. Афонские монахи несколько дней видели в море огненный столб до неба. Они пришли к берегу и нашли святой образ, стоящим прямо посреди воды. После молебна о даровании монастырю иконы, благочестивому иноку Иверского монастыря, святому Гавриилу, во сне явилась Богородица. На утро он смело пошел по воде, взял святую икону и поставил в храме. Однако на следующий день икону обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока Пресвятая Дева не открыла святому Гавриилу свою волю во сне, сказав, что не желает быть хранимой монахами, а хочет быть их хранительницей. После этого образ был поставлен над монастырскими воротами. Празднуя память Иверской иконы Божией Матери, мы просим Пречистую Деву о помощи и заступничестве. Моли сына твоего о нас. Продолжение следует...